привет друзья сегодня мы готовим австрийский императорский омлет белтки отделяю от желтков и после будем взбивать друзья не пропускайте наш гастрономический тур по всему миру подписывайтесь на наш канал готовьте с нами и приглашайте к нам друзей к желткам добавляю щепотку соли сахар у меня три столовые ложки можно больше или меньше сделать по своему вкусу и взбиваю до однородной светлой массы добавляю молоко 200 миллилитров ванильный сахар одну чайную ложку и немного надо перемешать теперь добавляю муку 125 грамм обязательно просеиваю так тесто будет пышнее и все хорошо перемешиваю до однородной массы ну а теперь надо взбить белки сначала на маленькой скорости как появится пенка скорость увеличиваю и взбиваю до стойких пиков ну что друзья желтки взбили белки сбили теперь потихонечку будем добавлять белки уже к желткам и перемешивать вообще конечно как у любого национального блюда традиционные блюда разных кухни есть красивые легенды так и у этого блюда есть легенда император как-то поехал гулять со своей свитой и случайно от них отстал плутая по лесу он забрел в домик лесника и конечно же его встретили очень гостеприимно и радушно и как всегда хозяйка угощала но как говорится тем что было в доме такие абсолютно простые продукты молоко яйца мука она приготовила такой простой незамысловатый десерт угостила императора франца иосифа ему это безумно понравилось и когда он вернулся во дворец приказал своим поварам готовить ему такой десерт вот такая совершенно простая интересная история но теперь мы все это хорошо перемешиваем и переливаем сковородку плиту включила на средний огонь растопилось сливочное масло и выливаю тесто добавляю изюм можно заменить его на орехи и поджариваю буквально секунд 40 чтобы тесто только немножко подрумянилось и ставлю в уже разогретую духовку до 200 градусов минут на 10 как подрумянится готово по легенде хозяйка лесного домика разрезала на кусочки омлет и подала сахарной пудрой кайзер шмарен францу иосифу сегодня же австралийские кондитеры просто ломают на кусочки императорский омлет и выкладывают его на блюдо подают еще его с вареньем или джемом и конечно же обязательно украшают сахарной пудрой друзья не пропускайте наш гастрономический тур по всему миру подписывайтесь на наш канал готовьте с нами и приглашайте к нам друзей ну что друзья давайте скорее пробовать императорский омлет посмотрим что получилось вкусно отлично прекрасный десерт и прекрасный завтрак очень похожи на наши блинчики воздушный большой огромный блинчик обязательно порадуйте своих родных таким лакомством подписывайтесь на наш канал не пропускайте наше новое видео и гастрономическое путешествие прошу к столу и приятного вам аппетита так и так и так и так и так так так